МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что задержали Брольниной вчера в своей квартире, где сотрудники ФСБ произвели обыск. Светлане Брольниной собираются предъявить целый ряд обвинений экономического характера, в том числе по хищениям и растрате. В районной администрации от комментариев пока воздерживаются. Ситуация с задержанием Светланы Брольниной может быть следствием замерзания жителей Сольвачегодска. Власти оказались не готовыми к отопительному сезону. Кроме того, в январе этого года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского района по статье «Халатность». Следователи пока никаких комментариев не дают. К другим темам. На следующей неделе будет перекрыто движение по проезду сибиряковцев на всем участке от улицы Гагарина до Тесненного. Это связано с тем, что подрядная организация приступает к строительству обездной дороги у областной больницы. Длина магистрали 800 метров. Автомобилистам будет доступно 4 полосы для движения. Стоимость всех работ – 235 миллионов рублей. Помимо нового асфальта, строители полностью переложат все подземные сети. На время строительства обездной дороги обустроен новый вход в больничный городок. Подъехать на автомобиль к областной больнице можно только с улицы Теснанова. Открыть новую магистраль планируют в октябре. Также сегодня перекрыто движение и на пересечении улиц Вельска и Октябрят, а также в районе перекрестка проспекта Ленинградский и улицы Касаткиной. Заранее планируйте свои маршруты движения. Проезд откроют 25 мая. К другим темам. Выставка «Стройэкспо» открылась сегодня в Архангельске. В ее экспозиции десятки видов техники, инструментов, отделочных материалов. На торжественной церемонии открытия затронули и проблемные вопросы строительной инфраструктуры региона. Вадим Федосеев далее. Миш-региональная специализированная выставка «Стройэкспо» объединила около 40 участников из 8 регионов страны. Здесь есть все, что нужно современному строителю. Новая техника, инструменты, отделочные материалы. Архангельск уже 13-й раз становится площадкой для строительной выставки по понятным причинам. Строительная отрасль активно развивается в областном центре. И это несмотря на существенные изменения в законодательстве. Например, с этого года для подрядных организаций, технических заказчиков и застройщиков выросли суммы взносов за членство в саморегулируемых организациях. Судя по количеству и динамике роста членов саморегулируемых организаций, вы знаете, сейчас реформа в саморегулировании. И, в общем-то, уже не всем строительным организациям необходимо иметь эти допуски СРО. Тем не менее, мы видим на примере Архангельской СРО, что количество этих организаций не то, что не падает, а наоборот растет. И это говорит о том, что, в общем, отрасль сильная. Такие выставки, как СтройЭкспо, позволяют не только видеть современные технологии и материалы. Здесь специалисты строительной отрасли обмениваются опытом, налаживают новые связи. В числе участников выставки – федеральные компании, которые работают в Архангельске. Например, Петройл занимается розничной и оптовой продажей топлива. Компания Петройл уже более 10 лет работает на газовом рынке Архангельской области и регулярно участвует в выставке СтройЭкспо. Сегодня на выставке мы ждем всех желающих, для того, чтобы проконсультировать их по вопросам автономного газового отопления. Такое отопление позволяет в значительной мере снизить затраты на электроэнергию и на теплоэнергию. На открытии обсудили и актуальные темы строительной сферы областного центра, например, вопрос стоимости жилья. Пока заметных снижений, к сожалению, не намечается. Говорить о заметном снижении стоимости квадратного метра, но, наверное, нельзя утверждать на 100%. Потому что все-таки это рыночная конъюнктура, есть спрос, есть предложение. Но, конечно, мы можем говорить о том, что в северных условиях квадратный метр, он несколько дороже себестоимость, чем в средней полосе нашей страны. Задать вопросы и побывать на выставке можно до 19 мая включительно. Вадим Федосиев, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. Новым председателем Совета директоров корпорации развития стал заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной деятельности Виктор Икоников. Он сменил на посту Алексея Гришкова. Сменился и состав директоров Крау. В него вошли замруководители администрации губернатора и областного правительства Иван Дементьев, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Александр Ярулик, заместитель министра культуры по вопросам туризма Светлана Дзиновская и зампред областного правительства Евгений Фоменко. В апреле губернатор региона Игорь Орлов потребовал обновить состав директоров Крау. Такую реакцию главы региона вызвал выпуск одной из телепрограмм, где авторы телепроекта поставили инвест к климату области чуть больше 60 баллов. В итоге Архангельская область заняла 19 место в рейтинге делового гостеприимства среди 21 субъекта России. Лучшего сварщика региона выбирают сегодня в Архангельске. В областном центре проходит конкурс профмастерства «Строймастер-2017». За право стать первым борются 13 лучших представителей профессии. Конкурсантам необходимо пройти два этапа. Первый – теоретический, второй – практический. Рабочие должны продемонстрировать навыки выполнения сварочных швов. На сегодняшний момент следует возрождать рабочие профессии. И мы видим, насколько возрастает интерес и у самих участников, и у тех, кто приезжает сюда. И мы приехали сюда из Санкт-Петербурга, из Москвы, чтобы посмотреть, как правильно и как хорошо организовывать вот эти трудовые площадки. Награждение победителей состоится сегодня вечером в областном правительстве. Газета «Правда Севера» отметила 100-летний юбилей. Торжества прошли в Театре драмы накануне. Журналисты, сотрудники и просто поклонники любимого издания отметили день рождения любимого издательства красочным концертом. Михаил Меньшинин продолжит. 1 апреля 1917 года свет увидел первый номер известий Архангельского совета рабочих и солдатских депутатов. С того момента начался долгий и сложный, но при этом очень интересный путь газеты «Правда Севера», который приковала к себе внимание и завоевала сердца тысяч северян. Хотелось бы «Правде Севера» пожелать ее сотрудникам в первую очередь здоровья, активного долголетия и творческих успехов. Я с удовольствием сегодня поздравлю газету «Правда Севера» и бывших работников, и настоящих, и надеюсь будущих, которые здесь присутствуют. И, конечно же, всего самого наилучшего. Поздравить любимую газету пришли ветераны, издательства, городские и областные депутаты, а также самые преданные подписчики. У всех с «Правды Севера» связаны свои особые воспоминания и жизненные истории. Пожалуй, самым ярким событием в моей практике и в моей сапкоровской жизни в «Правде Севера» было связано с «Новой Землей». На «Новой Земле» был ядерный полигон, и когда, значит, немножечко приоткрыли эту тему, мы стали писать. И я был первым советским журналистом, попавшим на «Новую Землю». За сто лет существования газета пережила и времена подъема, и была закрыта. В издательстве многое менялось – названия, логотипы, поколение журналистов, формат издания. Но, несмотря на все трудности и перемены, газета продолжает жить и радовать своих читателей. А ее коллектив с оптимизмом смотрит вперед и уже задумывается о том, как будут праздновать 150-й день рождения «Правды Севера». Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Это все новости к этому часу. Полная информационная картина дня в 19.20 на канале ТВ-центр в программе «Автограф дня». До встречи!